Существуют десятки разновидностей этого животного. Их объединяет способность превосходно передвигаться по каменным склонам и практически отвесным стенам. Многие виды из них на грани исчезновения и охраняются законом. Всем привет! Вы на канале Мэри По и сегодня мы поговорим о винторогих козлах. Вид отличается редкостью и находится на грани исчезновения. Охоту на него давно запретили, однако этот вид продолжает исчезать. Мархуры обычно встречаются на склонах гор и глубоких ущельях, участках покрытых редкими кустарниками и травой. Селятся в высокогорных районах, лежащих на высоте до 3500 метров над уровнем моря. Винтороги не поднимаются очень высоко в горы, как их похожие соплеменники. Зимой предпочитают опускаться в нижнюю часть гор, находящихся немного ниже – до 500 метров. Но не любят территории, покрытые толстым снегом. Природный ареал обитания – это Тибет, Кашмир, горы Таджикистана, Пакистан, Индия и Афганистан. Мархур является представителем рода горных козлов. Отличительной его особенностью являются красивые, вьющиеся по спирали рога. Рога самца в длину могут достигать полутора метра, а у самок всего 20-30 сантиметров. Длина тела взрослая особи составляет 140-180 сантиметров. Самцы крупнее самок и весят 80-100 килограмм. Высота самцов в холке 85-100 сантиметров. Существует легенда, связанная с этим животным. Манхур в переводе с персидского – поедатель змей. Такое название ему дали персы из-за убежденности, что винтороги и козлы питаются змеями и специально выслеживают их на каменистых горных склонах. Также существовало поверие, что козлы этого вида невосприимчивы к яду змей. И если укушенному змеей человеку поесть мясо манхура, он сможет исцелиться. Эта легенда также негативно повлияла на динамику истребления этих животных. Сейчас ученые опровергают эти старинные легенды. В летний период основным рационом питания винторогих козлов является сочная зеленая трава. Настоящим лакомством для них являются злаки. Любят они также пообедать побегами, кустарников и молодыми листьями деревьев. В зимнее время основной рацион этих животных составляет сухая трава, ветки ивы, кленов, осин, а также веточки других кустарников. Большую роль в рационе мархура играет чистая вода. В винтороге козел систематически посещает водопой, где утоляет жажду. Особенно это становится важным в период межсезонья, когда влага покидает травянистую растительность. Травоядные всегда на чеку, чтобы избежать нападения хищников. Главными врагами для них являются хищники. Они погибают от клыков волков, рысей, снежных барсов. Особо от них страдает молодежь. Из каждого приплода погибает почти 50% молодняка, что сказывается на состоянии популяции. Большой урон мархурам наносят пастушьи собаки. К естественным врагам относятся и человек. Охотники убивают козлов из-за вкусного мяса, а браконьеров интересуют необычные красивые рога горных винторогов. В холодную пару года, в середине ноября до конца января, у мархуров начинается гон. Взрослые особи формируют гаремную группу, в которую входит одна самка и до семи самцов. Когда пара определяется, происходит спаривание. Беременность длится полгода и весной рождается один или пара козлят. Малышей вскарливают грудным молоком матери. Первую неделю козлята находятся в укрытии, пока мама пасется недалеко от них. Затем они выходят из укрытия и, находясь рядом с матерью, пробуют вместе с ней сочную траву и листики кустарников. Молочное питание длится до осени и быстро выросшие козлики на втором году жизни становятся половозрелыми особями. Средняя продолжительность жизни 10-12 лет. В настоящее время их численность насчитывает не более 2500 особей. Всем спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Не забудьте подписаться на канал и жмякнуть большой палец вверх. Берегите природу и всем пока!